так ну что я вас приветствую приветствую ваш католки сегодня смотрим прогноз на сентябрь долго я болтать не буду единственное что хочу сказать и это очень важно прогнозы делать важно нужно я бы даже сказала это обязательная вещь почему потому что таким образом мы учимся управлять своим пространством и учимся руководить и управлять своей судьбой это на самом деле нужно этому учиться да то есть это очень важная часть каждого человека который стремится эволюционировать что-то познавать уметь работать с энергиями понимать откуда ноги растут поэтому прогнозы мы делать будем прогнозы делать точнее я буду мы будем смотреть общие тенденции но мы будем просматривать тонкий план именно для того чтобы вы понимали какие события ждут если вы умеете работать с энергиями значит вы данное событие можете или растождествить или наоборот если оно хорошее вы его активно начинаете притягивать мы не можем скажем так видоизменять свою корму это действительно предопределенной фатально то есть там мы реально можем только или отработать или ее заменить а вот что касается судьбы да действительно судьба это абсолютная наша зона ответственности и мы можем ней крутить вертеть управлять менять притягивать проживать отталкивать растождествлять создавать нашими действиями выборами и вообще всем 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 тем что у нас жизни происходит то есть это только лишь наше управление вот здесь высшие силы они ну больше в позиции наблюдения потому что наши высшие они только лишь нам помогают в процессе проживания кармы и чему-то там конкретно нас учат но наша судьба наша судьба это действительно лишь только наша зона ответственности поэтому здесь очень важно это понять осознать и не страдать относительно того а почему же вот так они 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 вот они вот они вот они вот так разбираемся разбираемся зачем притянули где внутри нас ложное убеждение почему мы его проживаем почему притягиваете события зачем мне это событие может я что-то через него должен понять но в общем не перекладывайте на высшие силы большую зону ответственности потому что не так это все глобально как мы себе представляем то есть очень многие вещи здесь мы делаем вообще самостоятельно своим бессознательным и даже этого не не понимаю то есть думаем что это какие-то высшие силы да нет это вы в общем вот да у меня там ребенок чихает это вы просто смысл в том что ну нам так проще наверно да думать что это там какие-то высшие силы да нет это мы наша бессознательная высшая часть а высшие силы очень часто которые действительно являются внешними абсолютно факторами на тонком плане они часто в наблюдательной позиции и очень часто идет процесс не вмешательства то есть вот даже больше такой идет процесс не вмешательства вот ну что готовы давайте будем смотреть прогноз на сентябрь что у вас там какие основные события у вас ждут ожидают чего-то в зоне что вас меняется глубина вас что у вас сейчас происходит что будет происходить в сентябре основная тенденция сентября энергии может да что у вас сейчас очень много разных ответов слышу по этим двум картам с одной стороны идет концентрация ума то есть мы стараемся концентрироваться и не разгонять себя в голове да то есть стараемся больше переходить на ощущение это с одной стороны с другой же стороны у нас идет определенная позиция того что я не понимаю я перестал контролировать все что происходит вокруг перестала да то есть я не понимаю что происходит вокруг я не могу контролировать эти события у меня недостаточно знаний умений возможно ощущение еще чего-то то есть здесь есть еще определенное чувство потери контроля вообще надо внешним при этом мы стараемся не думать чтобы себя никуда в луну короче не загнать нам действительно сейчас хочется помощи или или что или мы нуждаемся в помощи но вы знаете есть такое ощущение что да сейчас мы из-за того что мы не понимаем что происходит не можем какие-то вещи у себя в жизни проконтролировать или мы не понимаем логически как их проконтролировать недостаточно знаний еще чего-то да там у каждого будет свое мы в большей степени сейчас возможно нуждаемся в определенной помощи абсолютно разной это может быть и материальная помощь это может быть и моральная помощь там прогностическая помощь да которая поможет нам удержать баланс которая поможет нам допустим выстоять в каких-то ситуациях решить какую-то ситуацию то здесь есть определенная потребность что я самостоятельно решить ситуацию не могу допустим или не понимаю как или мне не хватает знаний понятий да может быть страх там внутренний ну что здесь внутри то вообще происходит я ее уже третий раз пытаюсь убрать нет она мне лезет но мы ждем мы ждем ждем помощи особенно внутренней какой-то может быть подсказки извне что-то здесь такое есть так если у нас есть здесь какие-то бытовые вопросы с кем-то допустим конкретно с мужчиной да с которым у нас должна например какая-то вот история тянулась или еще что то мы тоже ждем определенной помощи мы ждем возможно выплаты возможно смотрите тут юстиция да интересно возможно мы ждем не знаю кто там что элементы оформляет кто-то может там купля продажи у кого-то у кого-то какие-то вопросы по выплатам допустим ну грубо говоря может от государства чего-то ждем и это действительно не подконтрольно нам то есть такое ощущение что здесь есть какая-то третья сторона которая решает что кому и чего достанется может быть кто-то судится может быть кто-то тут имущество делит потому что и так тоже может быть и кто-то пытается здесь не остаться с носом возможно это начальник и вы увольняетесь или увольнялись вы ждете выплату а вы ждете выплату зарплаты допустим ждете там не знаю отпускные зарплаты и что-то там расчет короче вам должны дать то есть тут ну много раз тут и внутренне может быть и внешне ситуации да то есть я читаю многограна а вы посмотрите по своим жизненным задачам кто-то работу хочет поменять кто-то думает о смене работы а у кого-то да реально здесь такая ситуация у кого-то внутренние все эти процессы и мы как будто бы действительно сейчас зависимы от какой-то третьей стороны также здесь чувствуется определенная как бы зависимость ну зависимость в том плане что мы не можем проконтролировать какую-то ситуацию и нам приходится или ждать когда решится какой-то вопрос или нам приходится полагаться на кого-то да на чье-то решение допустим и это тоже зависит не от нас и нас это действительно выбивает из зоны комфорта действительно мы в каком-то сейчас в процессе ожидания чего то есть мы ждем посмотрите как мы глубинно внутренне замерли то есть мы чего-то здесь ждем вы чего-то здесь ждете завершение какого-то может быть развития может быть решение ситуации ждете но вы ждете это может быть абсолютно бытовой вопрос или внутренний вопрос а может быть и внешний и внутренний да то есть это же всегда все на всех уровнях у нас здесь происходит то есть как будто бы мы то есть у нас есть какое-то действие которое мы сделали и теперь мы просто ждем его решение или заключение да ну вот здесь у вас как-то так здесь у вас как-то так ну там что-то про отстаивание своих прав возможно ну здесь интересно но здесь по-любому завязан или мужчина да то есть это или мужчина или юстиция или начальник то есть у нас замечевая часто сторона это же еще и адвокаты и юристы и начальство начальство то есть государственное плюс еще в шестерке пентакли там у нас спрятана юстиция поэтому здесь да здесь какие-то могут быть государственные вопросы связанные с рабочими моментами если личные то тоже вы что-то пытаетесь решить здесь или вы уже решаете внешне или вы пока уже внутри себя чего-то делите там то есть делите с кем-то что-то как-то ну смотрите вот по своей ситуации но здесь абсолютно точно такая ситуация вы сейчас в ней развернулись хорошо разворачивается она да что ждать от сентября интересно интересная позиция смотрите я завершения не вижу пока вот того что у вас вот здесь закрутилось видите ситуация такая что вот оно как тянулось отсюда по шестерке кубков то есть это как бы продолжение истории то есть оно тянется достаточно долго да и пока восьмерка мечей нам говорит о том что ситуация как будто бы то ли ну она как бы стоит то есть нет течения в ней нет движения как будто бы она из августа допустим или еще раньше если она у вас завязалась плавно плавно перетекает в сентябрь и в сентябре она как бы тоже здесь продолжает как будто бы еще тянутся как будто бы еще тянутся будет ли какая-то помощь будет ли какая-то помощь со стороны вам такая интересная ситуация как будто бы чем больше вы ждете помощи какой-то пытаетесь у кого-то как-то может быть спросить посоветоваться чтобы подсветили подсказали ну я не беру моменты адвоката к примеру да но это такое дело если мы берем именно вот внутренний такой вот глубинный поиск кто бы нам помог как бы нам это все решить то здесь ситуация двинется только тогда когда мы глубинно внутренне возьмем ну может быть не прям ответственность за эту ситуацию но мы поймем что эта ситуация она действительно здесь нам что-то несет она действительно нами спроецирована для чего-то возможно для того чтобы мы почувствовали свою определенную ценность почувствовали свою значимость для себя тут вообще знаете какая самая важная задача во всем этом не испытывать позицию жертвы не испытывать позицию того что вы ниже недостойнее позицию того что кто-то может вами управлять или что-то решать внешне да будет определенное решение возможности ситуации но ситуация должна быть именно внутри вас взята такая позиция что как бы эта ситуация не разрешилась допустим я все равно выхожу победительницей вот или победителем да то есть вот здесь нужно все-таки выбрать внутреннюю такую позицию что еще на сентябрь она ближе к концу сентября двинется видите то есть как только вами будет принято решение о том что я в любом случае в любом случае что бы ни происходило это для моего блага то есть в любом случае я даже если сейчас не понимаю почему это все тормозится позже я пойму да и я буду знать что всему свое время я буду делать по по задачам то есть допустим есть сейчас задача я ее решаю зависит от меня задача я ее решаю не зависит от меня я не мучаю себя условно то есть нет вот ощущение как трепыхающейся птицы в клетке да то есть что-то вас как-то волнует мучает то есть что-то где-то накипело может быть это в личной жизни да у вас какая-то острая ситуация где вы начинаете понимать что может быть вы очень много вкладывали или у вас есть какое-то что-то общее с человеком и вы можете оказаться в ситуации где вам ну нужно необходимо что-то делить или что-то разбирать между собой да то есть что когда остренькая такая знаете ситуевина ну двигается ситуация к концу сентября слушайте ну как-то очень медленно очень как-то все это тяжело по энергиям очень она какая-то вот вся такая вяло текущая я не вижу быстрого решения если там завязана система то конечно быстрого решения не будет потому что вот это вот все всегда тянется пойдите сюда принесите это там 30 дней ждем здесь еще 40 дней ждем и вот это вот все и оно конечно вас может вымораживать если вы что-то хотите оформить к примеру да потому что по-разному что здесь может быть или дележка или оформление или продажа или покупка или разделение или что-то здесь или вы что-то свое пытаетесь выжать да тут тоже вот это вот все может тянуться пишите там заявление тут заявление смена работы тоже может таким образом быть но тогда будут проблемы с текущим местом откуда нужно уходить короче дело здесь развяжется только к концу сентября по вашей текущей ситуации если же вдруг вы не пока еще не проживаете не планируете допустим ничего то смотрите может быть у вас здесь начнется какая-то волокита по работе по деньгам может быть действительно ваши какие-то текущие документальные дела потому что ну вот что-то будет здесь короче какая-то возня здесь очень много пентаклей очень много мечей это очень часто завязано на бытовых государственных системных рабочих личностных дележек выяснений все что связано с денюжкой с имуществом с общенажитым с накопленным и вот это вот все то есть к концу сентября вам картина станет более или менее ясна если вы хотите помощь здесь будет помощь от женщины она вам или прояснит ситуацию или подскажет или же или же ситуация будет разрешена и вы останетесь в плюсе то есть видите императрица солнце вы не останетесь в минусе то есть ситуация в любом случае завершится так что вы будете себя чувствовать очень хорошо вы будете себя чувствовать явно необделенной или не обделенным то есть или через женщину здесь все решится она вам каким-то образом поможет или вы сами все решите после принятия решения того что вы собственно говоря вообще не жертва обстоятельства вы просто проживаете текущую ситуацию и при любых ситуациях нужно верить в себя и беречь себя да девятка пентакли чувствовать свою целостность и достоинство свое как бы возможно здесь где-то что-то не было сложно то есть не принимаем вот эту инфантильную позицию я ничего не понимаю я ничего не знаю помогите спасите видите как раз таки именно эта ситуация вас ограничивает внутри от решения и вы ну вселенная ждет условно пространство пока вы там пересоберетесь да поэтому ситуация к концу сентября уже начнет решаться и ваша позиция она станет более ясной ваши вообще позиции в этой ситуации станут более ясными более такими выгодными я бы сказала потому что все таки императрица карта и солнца карта исполнения вашего желания давайте закончится решится она каким-то образом в конце прям сентября может уже в начале октября о чем речь не знаю не знаю но если вы захотите она решится вот так вам отвечают если вы внутри захотите поистине есть какая-то вторичная выгода здесь почему она тянется очень внутренне бессознательно вторичная выгода почему вы это все разворачиваете развернулось почему это все то там есть ваша какая-то внутренняя потребность в этой ситуации вы что-то эмоционально с нее получаете скорее всего есть определенный момент внутреннего становления самоутверждения через эту ситуацию то есть вам что-то нужно что-то отбить для себя в чем-то самоутвердиться поэтому вся эта ситуация она разворачивается то ли здесь дело будет веры в себя смогу ли я сумею и чем дольше вы сомневаетесь тем дольше она тянется поэтому тут смотрите если вы глубинно зайдете в глубь своих ощущений и спросите а какого черта я тяну и вообще почему она так долго тянется вы найдете там ответы и мне показывают что там в глубинной есть ваша вторичная выгода и как только вы примите решение все это закончить на самом деле вы потеряете эмоциональный интерес сейчас она закончится она сразу она сразу пойдет на улучшение на завершение но вам нужно понять почему вы держитесь а вы за нее держитесь то есть почему-то эта ситуация в таком ключе в котором она сейчас развернута она вам нужна вы что-то там кому-то доказываете то есть в этой ситуации вы что-то доказываете может быть мужчине может быть семье да начальнику возможно но она никак не завершится потому что вы как будто бы вы внутри недодоказали что-то. И вот как только вы это поймете, осознаете, потеряете интерес к какому-либо доказательству, оставаясь при этом целостной, при своем, скажем так, интересе, зная и так, кто вы, что вы, скажем так, да, вопрос самооценки мне еще говорят, так сразу ситуация начнет решаться в вашу пользу. Ну, в целом, не знаю, может быть, и в пользу этого человека, но вы не останетесь в обиде, скажем так, у вас нет ни одной карты, которая говорит, что вы останетесь в обиде, скажем так. Поэтому вот здесь как-то так. То есть вы получите свои деньги или часть своего имущества или уволитесь так, как именно вы хотите, потому что вам, возможно, какие-то козни строят по увольнению, допустим, кто отрабатывает, то еще что-то, или еще больше отрабатывает, или не выплатим тебе что-то, и вы можете быть абсолютно справедливо возмущены. Поэтому у вас абсолютно будет бытовая ситуация, но она завязана на внутренней самооценке, на том, что вы ее себе каким-то образом тоже притянули, потому что вам что-то нужно кому-то доказать. То есть здесь какая-то внутренняя абсолютно психологическая ситуация, доказать, что я цена важна, нужна. И вы это делаете через определенную борьбу внешнюю. То есть мы боремся с внешним, чтобы доказать свое право на что-то. Вот так. Вот так у вас идет по сентябрю почему-то. Что-то вы там для себя доказываете. По первому варианту переходим ко второму. По первому варианту переходим ко второму. Ой, вот эта вот хрюкалка моя на заднем фоне все хрюкает у меня под ногами и хрюкает эта собака. Ничего я не могу с ней сделать. Не уходит же, сидит. Только начинаю ему, говорю, иди на место. Начинает еще выйти, как будто бы он хаски. А всего лишь маленькая чишечка. Дед лупит. Ладно, давайте. Ну, что мы смотрим? Мы смотрим, что у вас сейчас какая текущая вообще ситуация, потому что зачастую текущие ситуации, они плавно перетекают. Они плавно перетекают. Поэтому мы смотрим текущую ситуацию, смотрим, что конкретно вы будете проживать. Какое-то очень самое важное и главное событие вашего сентября. Может быть, общая энергетическая тенденция сентября. Но в любом случае, если какой-то прям бытовой аспект, я его увижу, я вам его скажу. Если это будет что-то глубинно-внутренне-моральное, ну, значит, окей, будет глубинно-внутренне-моральное. Да что ж такое-то? Что тут мы? Что? Что мы ждем? Мы что-то ждем? Вы рука дающая или просящая? Я не могу понять. Я не могу понять. дающая но что-то у меня здесь есть такой момент что как будто бы не только дающая как-то в обе стороны работает и вам кто-то дает и вы даете а что даем? энергию, финансовую помощь что даем? знания, материальные какие-то моменты здесь присутствуют знания берем в материю даем так, что о чем? не могу пока сейчас ну, понимаю приблизительно то есть подзадолбались что ли? или же подзадолбались, подзадолбались вот тут у нас меняется сейчас посмотрим вы расширяете инструмент рабочий, возможно то есть смотрите была ситуация, где вы через работу, возможно то есть тут не важно через какую сферу вы были как рука дающая ну, вы что-то давали ну, знания, может быть, информацию оказывали какие-то услуги не важно какие то есть не важно в какой сфере вы работаете то есть вы много давали вы многому количеству людей чего дали ваша какая-то потребность в этом она, вот смотрите удовлетворена и вы как будто бы стали потихонечку терять в ней интерес и вам стало интересно уже что-то другое здесь или какая-то работа которая конкретно связана с большим количеством людей то есть вы даете но нет, небольшое количество людей то есть какое-то определенное количество людей это все-таки четверка то есть немного но вот группа людей да, то есть вот рамки рамки какие-то они все равно в четверках есть и мы как бы достаточно неплохо-то в этом ну, как бы подраскрылись то есть мы что-то дали что-то мы наработали возможно ну, что-то здесь такое связано с вашей работой но здесь дальше пошла потребность расширяться то есть здесь по второму варианту есть потребность расширяться то есть мы подвыгорели но подвыгорели не в плохом понимании а просто мы как будто бы там уже набили руку мы как будто бы там уже все понимаем все знаем вот в том, что вы делаете да, то есть сказать, что есть какой-то ваш прям интерес уже там нет, четверка мечей уже особо нет то есть, ну, вы, может, выполняете работу но она у вас, знаете, такая уже пассивная да, она уже не сложная она уже... эмоционально может быть, уже вас не так завлекает может быть, вы как-то уже смотрите на это все, думаете да, уже делаю как вот дважды два четыре уже не так уж сложно уже не так вот меня это захватывает как раньше и по второму варианту здесь кто выбрал именно сегодня оранжевый камушек у вас такой идет период когда вы начинаете смотреть в свои горизонты далее, видите, мак вы начинаете думать так, а как мне расширить инструменты а что мне сделать чтобы еще... то есть у вас пошла потребность реализации своей энергии то есть распаковался какой-то внутренний резервуар потребности расти и развиваться дальше возможно расширять круг своих задач инструментов рабочих если вы, допустим, раньше ну, оказывали одну-две услуги то теперь вы хотите уже оказывать людям три-четыре услуги если, допустим, у вас уже есть какое-то определенное место вы бы хотели его модернизировать расширить работу, да или же вы хотите должность повыше-побольше заработок повыше-побольше то есть здесь стоит вопрос по второму варианту развития и раскрытия большего резервуара своих возможностей вы растете вы растете профессионально вы растете морально вы растете внутренне и, конечно же, у вас будет потребность находить для себя абсолютно новые виды то есть душа, все, видите у нее потребность дальше в более дальнем развитии если же, мои прекрасные мы здесь берем часто на втором варианте если не бытовой аспект сферы деятельности я сказала, да что у вас потребность в повышении в карьерном росте возможно, кто-то хочет уйти на индивидуальную деятельность типа королеви жезлов это вполне себе возможно то есть вы начинаете загораться идеей что я хочу быть сама себе хозяйка то есть да, ну там может дальше еще проиграться пентаклевая королева но пока мы в позиции того что мы горим все, у нас жгет наш потенциал у нас внутри пошел запал энергии на большее если мы сейчас не сольем эту энергию а направим ее в нужное русло то есть быстренько начнем простраивать шаги дальнейшего движения новых инструментов новых знаний там осознаний учений начнем активно их применять в жизни практиковать вводить новую услугу демонстрировать эту услугу показывать ее простраивать себе какой-то вот ну как красиво да, смотрите королева пентаклей только не сказала потому что вот чувствую я что нужно это срочным образом реализовывать срочным образом протягивать это в материю срочным образом начинать быстренько осваивать и включать в свой прайс-лист услышали меня да, по второму варианту то есть в данном случае момент потери интереса подсвечивает вам там подсвечивает вам тот момент что пора расти пора смотреть в новое направление я не закончила девочки которые у меня здесь практикующие и которые использовали пару инструментов вам нужно расширяться вам нужно делать расширение оказания своих услуг если же ну здесь больше конечно работа конкретно где вы все-таки как бы больше самостоятельно двигаетесь даже если вы работаете в найм у вас все равно здесь чувствуется большое количество свободы это говорит о том что даже если вы работаете в найм по второму варианту у вас как будто бы есть такая знаете определенная вольность делать по своему усмотрению вот эти карты это мне достаточно мощно подсвечивают были какие-то определенные рамки у вас или вас держали в определенных рамках возможно вы не были к чему-то готовы или что-то не понимали или вам нужно было руку набить да собственно навыка опыта набраться давайте посмотрим вы набрались там навыка опыта скорее всего да потому что четверка мечей бы не вышла четверка мечей это часто уже очень такая знаете там пассивный доход уже очень такой вот привычный вы уже как будто бы ну все вы уже хотите расти вы финансово хотите расти да то есть например мы уже зашли в какой-то определенный вид заработка мы его освоили мы уже вот эту сумму стабильно там условно раз в полгода раз в полгода ну там уже полгода получаем год уже стабильно одну сумму получаем и все уже мы недовольны мы растем нам нужно больше у нас растут конечно у нас растут потребности нам нужно уже не шестерка условно а мы хотим уже расширяться конкретно мы уже хотим быть с управленцами, чего там. А у нас потребность, у нас потенциал раскрывается. Хорошо. А в четверке вы уже все наработались? Да, все, вам там все известно уже, вы там все знаете, вы оттуда уже по императрисы выбрали все, что могли. Вы хотите расширяться. Вы хотите расширяться по второму варианту. Ага. Ага. Как интересно. Мы можем расшириться энергетически. Энергия просит. Смотрите, как очень сильно все мы энергетически готовы. Мы хотим что-то простраивать в материи. Смотрите, как круто, как красиво, как мне нравится. Но проблема в том, что наша голова нас не пускает. Наша расчетливая королева мечей держит нас в восьмерке мячей в ограничениях. Мы готовы энергетически. Мы готовы эмоционально. Мы готовы практически. Но мы не готовы психически. почему мы держим себя в восьмерке мячей? Почему мы держим себя в восьмерке мячей? Ну, это внутренние. Да, это какие-то психологические затыки. Так. А мы что, мы боимся? Или чего такое? Не страшно? Ну, как не страшно? Страшно, конечно, в какой-то степени. Мы же это понимаем. Чего мы боимся так внутри? Слышать себя? Принять решение? А-а-а. А-а-а. Топчемся. Топчемся. Немножко. А у нас страх. А вдруг я что-то сделаю не так? А вдруг накажут? А вдруг я ошибусь? А вдруг я оступлюсь? Ага. Внутренне у нас запреты, 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 запреты. Страх и наказания. Страх и наказания. Мы боимся кайфовать. Очень сильно боимся, боимся. Очень сильно боимся кайфовать. Боимся чему-то отдаться. Боимся рисковать. Мы сильно окружены рамками, рамками. Это можно, это нельзя. Это правильно, это неправильно. Ух, ух. Это все в головушке сидит. Это все сидит в головушке. и оно мешает, оно очень вам мешает. Это бы, конечно, желательно бы все выкорчевать оттуда. Выкорчевать. Давайте так. Догоните психику. Психика не успела за всем вашим развитием. Вы хорошо себя энергетически, может быть, практиками. Вы-то себя догнали неплохо. Вы себя никак не можете догнать психологически. То есть вас всю дорогу тормозит головушка. И психика должна стать более гибкой, она должна стать более восприимчивой, потому что именно она вас дальше не пускает. То есть психика, она говорит, да, я все понимаю, но хрен ты пройдешь. Да, я все знаю, я все, да, да, я это принимаю, да, да, я все это знаю, но нет, я туда не пойду. Я еще пока недостаточно. Вот топчемся мы на этом. И вот мы август на этом протоптались по всей вероятности. Вот я еще пока нет. Ну нет же еще же. Мы уже королева Пентакли, мы уже королева Жезла, но мы еще как будто бы держим себя в этих пожах. Чего вам эти пожидались? Держим себя в этих пожах. Так, что делать? Сами, если не можете, привлекайте других людей в команду. Пока. Если где-то сами не можете расширяться, вам нужен другой человек. Вы так и будете топтаться со своей головой. Нужен другой человек, который вас дернет. Просто вас как будто бы знаете, что нужно. Когда изначально я сказала, что я чувствую, что вы рука дающая и рука просящая, вы действительно в данном случае нуждаетесь в том, кто вас просто так возьмет за руку и переведет. Тот, кто уже на вот этом новом месте. Вам просто нужно, чтобы вас через вот этот страх протащили. Вы никак не можете пройти через блок внутреннего страха наказания, там, высших сил и еще чего-то. Внутреннего страха ответственности, где-то недоверия себе, где-то какие-то родовые моменты. Прям вот оно вас как будто бы, вы знаете, где-то держит, держит внутренне. Никак вот оно вас не отпустит. Что-то вот прям какой-то момент вот этот. Мы никак его не пройдем. Какой-то там внутри вас стоит, короче, гендаль, в который вам орет, не пройдешь. И вы прям вот не проходите. Но в данном случае как себе помочь? Вам нужен тот, прям как кто-то, кто вас возьмет и прям протащит у это. Что в сентябре будет? Веры поприбавится. Веры в себя поприбавится. Сейчас еще пятерку кубков раскрою. Веры поприбавится. Эмоционально станет полегче. Меня все беспокоит не эмоциональный фон. Меня беспокоит ваш психический фон. Меня беспокоит ваша головушка. Она вас как будто бы, вы прям прокрастинируете из-за нее. Вот в чем тут дело. Что всплывет эмоционально? Что всплывет? Что вылезет? Что эмоционально вылезет? Какая-то старая заноза. Вот мы ее выкорчеваем. Выкорчеваете вы. Просто филологи отдыхают с моими этими. Так. Мы выкорчеваем какую-то занозушку. Что это еще связано? Да. Чувствуется мне тут тень аутсайдера. Чувствуется мне тут тень непринятого. Вот это вот меня не принимают. Вот что-то вот оно у вас соднит где-то там внутри. Где-то оно соднит. Как будто бы не понимаете вы, как вам коммуницировать с людьми. Вот ну... Ну как бы заново что ли будете учиться всему этому добру. Потому что вот, ну, есть вот этот вот момент здесь того, что что-то вы всковырнете все-таки. То, что вот в сентябре вам тоже мешает двигаться. И дело-то там пойдет быстрее. Оно энергию на себя очень сильно тянуло. Там какая-то ситуация с принятием сидит. Она очень бессознательна у вас. Бессознательна. Или же еще один момент. Есть, бывает иногда, что как будто бы мы не можем двинуться, потому что все время ждем поддержки или совета. Или мы ждем, что кто-то нам скажет о том, что да, ты можешь. Как будто бы мы ждем со стороны, что кто-то нам подтвердит ценность, значимость, веру в себя и все прочее. И тогда только мы двинемся. И тогда только мы будем победителями. У нас что-то получится. Это не плохой... Нет, это плохой. Это момент, когда вам нужно все-таки понять, что это решение можете принять внутри только вы. Только вы. Что здесь как раз-таки поддержки вы можете ждать только в том случае, если вы конкретно обратитесь к специалисту. И это не практика. Это не обязательно практика. Это может быть специалист, допустим, в какой-то узкорабочей сфере, где вы можете приблизительно понимать, чего вы хотите. И вы можете обратиться и сказать, слушай, я никак не могу это осуществить. Может быть, ты мне поможешь. То есть как мне простроить это все. Потому что вас этот страх, он очень сильно тормозит. И другой человек, он вам поможет простроить только потому, что он уже, допустим, прошел. Или у него нет этого страха. Но если мы... Это внешний только аспект. Но если мы здесь берем внутреннюю составляющую, а мы ведь про внутреннюю составляющую. Именно пятерка кубков – это наши внутренние моменты. То тут как раз-таки вся суть у вас упадет на сентябрь. Это будет момент понимания, что вера в себя – это только ваша зона ответственности. Внешнего подтверждения вы не получите, если вы ждете. Ну, особенно если вы пытаетесь это доказать кому-то, допустим, или продолжаете ждать, что вас кто-то поймет, примет из родных, допустим, или из личной семьи, потому что здесь это тоже аспект, как будто бы признание ждем. И вот в сентябре что, отвалится этот момент? Да, скорее всего, да, потому что вы поймете, что это просто какая-то психическая потребность в признании себя кем-то. А вы поймете, что никто вас не будет признавать, это никому не надо. Вот в чем вся вот суть, которую вы, может быть, надежду какую-то держите, да, что кто-то вас признает. Нет, это только ваша задача. Вы почувствуете себя хорошо, только тогда и пойдете двигаться, когда вы поймете, что вы только, лишь только вы, и только вы можете себя признать внутри себя. Вот тогда дело пойдет. А будет психологический аспект на сентябрь. Если мы берем бытовые аспекты, если мы берем бытовые, что ждет в бытовом плане? Потому что больше, конечно, здесь будет затрагиваться эмоциональный фон. Вам нужно дотянуть вот этот вот психический момент веры в себя, запретов внутренних. Вы как будто бы, у вас ваша детская часть, никак вы не синхронизируетесь. Маленьким я и большим своим я. То есть как будто бы ваше маленькое я продолжает ждать какого-то внешне взрослого, который скажет ему, можно, да, можно, делай. Вот тут вот в этом вот вся остановка. А вам можно. То есть только вы, взрослая, своей частью можете сказать, да, мне можно. То есть мне не нужно никого и ничего ждать. Ну, у нас открывается дорога, слава богу. Куда в сентябре все откроется? А, ну вот в сентябре вот этот вот страх, он и все внутри, все, что-то распакуется, раскроется. Как-то вы его осознаете. Его нужно осознавать. Его нужно осознать, его нужно крутить, осознавать у вас энергия. Пойдет, пойдет, наконец. А что за страх здесь? Ну, какой-то вот страх. Вот то, о чем я сказала, что мне, да, мне нужно знать, мне нужно быть уверенным, что мне можно. Вот дайте мне кто-нибудь согласие, да, скажите мне, что мне можно. Я как будто бы сам не могу. Знаете, это когда у нас были моменты контроля над нами, неважно в каком возрасте, там партнер попался контролирующий, с детства история с контролем была. Мы заучиваем психологически такую норму поведения, как будто бы нам нужно постоянно спрашивать у кого-то разрешение на то или иное действие. И особенно, что касается нашей личной жизни. Это делается не в прямом смысле слова, но очень большими завуалированными многоходовками. Мы начинаем очень сильно сомневаться, и у нас начинается потребность с кем-то посоветоваться. У нас начинается потребность завериться, что у нас все получится. То есть мы не поддерживаем себя в данный момент, а внутренний наш ребенок, выдавая идею, начинает искать внешнее подтверждение. То есть он ищет условно, смотрите, что происходит. Он ищет условно внешнего родителя, более взрослого, такого ответственного человека, который скажет, давай-давай действую, я тебя поддержу. Или, давай действую, у тебя все получится. И вы находитесь вот в этом процессе поиска. Это вот эта самая шестерка Пентакли внешняя. Если вы в случае не находите это подтверждение внешнего взрослого, вы проваливаетесь в луну и в травму отверженного. То есть как будто бы вы остаетесь в одиночестве, и вам некому помочь, и вы себя чувствуете, у вас начинается... Сейчас правильно скажу. Это называется сепаративная тревога. Это когда мы не понимаем, что мы очень сильно внутренне тревожимся, потому что мы по отшельнику не понимаем, куда нам двигаться. Мы не нашли того взрослого, который нам скажет, я готов идти. Ой, иди, да, иди. А внутри с нашим взрослым у нас коннекта нет. Наш взрослый, он для других, но он не для нас. И вот это психологически в сентябре, если разберете, все у вас начнет быть нормально. Мы перестанем включаться в эти вот страхи, потому что перед каждым новым началом или перед ощущением чего-то нового мы начинаем рыскать глазами в поисках того взрослого, кто нас проведет. И если вы это осознаете, например, и вы найдете человека, которому вы будете платить деньги, которому вам будет показывать и говорить, ну ладно, окей, иди сюда. Это тоже временная конструкция, то есть да, это временный способ, но нужно-то взращивать внутри себя, то есть поддерживать себя самостоятельно, что все мне получится, я дойду. У вас все упирается в сомнение и в психологический аспект невыращенной взрослой внутренней части. Она не то, что не выращена, это неправильное выражение. У вас коннекта с ней нет. Вы ее ищете извне, свою взрослую часть, в других людях. Вот он ваш повешенный. Вы ее ищете извне, а она внутри вас. И она как бы ждет, когда вы обратитесь именно к ней. это сама себя поддерживаю, сама себя хвалю, сама о себе забочусь, да, вот это вот все. И у вас это еще в сентябре будет твориться. Вот именно у вас психологический вот этот будет момент, страх поиска, кто бы вам подсказал направление. А вам не нужно подсказывать направление. Это когда мы сапожники без сапог, это когда мы хорошие специалисты для других, мы хорошие взрослые для других. И у нас абсолютно рушится эта конструкция, когда мы взрослые должны быть для себя. А для себя мы остаемся как будто бы маленькими потерянными людьми. И мы начинаем детьми, или подростками, и мы начинаем лихорадочно искать того, кто нам поможет извне, или подскажет, или посоветует, или нас поддержит. А тут-то фишка в том, что вас учат не нуждаться в этом. Вас сепарируют от этого. И вы можете не видеть никакой поддержки извне, потому что вы должны сконнектиться внутри со своим взрослым и поддерживать себя самостоятельно. И сентябрь будет разворачиваться именно в этом ключе у вас. И все события будут разворачиваться в этом ключе. И это не про то, что вы самостоятельно зарабатываете деньги. Это эмоциональный психический фон. Когда вы нуждаетесь как в другом человеке или в совете как в воде. Ну, то есть вам сложность, вам скажут, делай вот этот следующий шаг. И вы какое-то время делаете. А когда момент начинается того, что нужно самостоятельно принять решение, мелкие-то вы принимаете. А крупные вы ждете разрешения. Только вы этого бессознательно вы не можете это самостоятельно прям переступить, не можете, вы прокрастинируете. Потому что у вас стоит внутренний запрет на самостоятельное движение. Скорее всего запрет с детства. И вот это та психическая часть, с которой нужно разобраться. То есть ее нужно осознать, покрутить в голове, как работать, как работать с информацией. Как психологи работают. Вы заходите с запросом, вам его вытягивают в сознание, разбирают, рассказывают вам специалисты, вот как я вам все это дело разматываю. И вы потом живете с этим в голове, крутите и берете ответственность на себя за то, что вы понимаете, о чем речь. И теперь вы стараетесь делать по-другому. То есть когда вы понимаете, в чем речь, о чем вообще, почему ваше поведение вот такое, почему мы сомневаемся и ищем поддержки извне, это внутренний запрет на самостоятельное движение. То есть внутренний запрет к обращению к своему взрослому. Но наш взрослый направлен вовне. Он будет работать для других. Он будет проявлен для других. То есть он работает не вовнутрь, сначала вовнутрь, а потом вовне. То есть сначала я помогаю себе, взращиваю себя, поддерживаю себя и все прочее. А сначала я помогаю всем вокруг. То есть я свою ценность, вот эту взрослую часть свою я зеркалю в других. То есть я вижу чужие ценности и так далее и тому подобное. Но не вижу свою. Так вот своего внутреннего взрослого нужно развернуть к себе. И когда вы чувствуете состояние, что вы опять начинаете теряться вам плохо и так далее и тому подобное, вам нужно быстро своего взрослого разворачивать к себе. Тут же себя поддерживать, накормить, успокоить, приголубить. И это абсолютно нормально так делать. И нет, это ничего плохого в этом нет, когда вы любите себя сами. И любовь к себе не заключается в том, что вы попу кремом себе намазали. Нет. Это вообще базовая потребность. Любовь к себе это поддержка себя. Это момент того, что у тебя, у меня все получится. Ты все сможешь. Ты надумываешь себе многие вещи. Это разговор с собой, это объяснение себе, это поддержка себя. И вот таким образом мы коннект энергетически создаем своего внутреннего маленького я и взрослого я. И у нас получается быть себе опорой и поддержкой. Я сейчас вам рассказала часть психотерапии, как это на самом деле делается. И когда вы идете в терапию, вы начинаете исследовать всегда вот эти части. Всегда все начинается а сепарированы ли вы эмоционально от внешне контролирующего допустим или отсутствующего родителя. Вот второй вариант вот такой для вас. Будете в сентябре варить это все. Вот не вау. так ну что сентябрь знаю что это за сентябрь у нас тут такой получается на какой-то получается что вы все в луне по 3 варианты все в луне мой понятно что касается что-то в вашей жизни очень сильно меняется действительно очень очень сильно меняется что-то старое уходит но очень привычное для вас и то что что было достаточно сильной опорой вам долгое время и какая-то важная вот этого часть вашей жизни инструмент может быть с кем-то коммуникация какая-то да то что возможно вас страшила в будущем пугало то есть вы как будто бы уже знали что смотрите это очень интересно но как будто бы вы знали что какой-то момент должен наступить но он у вас внутри он как бы откладывался да еще и еще не время еще не время да еще не время еще не время да потом потом знаете то есть как будто бы вот что-то вот такое очень важное придет но это какое-то осознание или понимание что с чем-то или с кем-то приходится расставаться это какая-то ностальгия может быть какое-то переживание ну вот что то здесь такое и вы поймете что момент он уже наступил он уже наступил да вот выйдет завершается что-то говорю завершается карта смерти то есть вы с чем-то еще не готовы прощаться или вы с кем-то еще не готовы прощаться но что-то прям уходит то на что возможно вы еще то что вы еще не готовы были отпустить это или человек или что-то в вашей жизни место рабочая сфера рабочее место к примеру да то есть вот здесь какой-то вот такой момент что с чем-то что-то в вашей жизни будет меняться конкретнее покажут может быть это прям вся сфера до ну прям персонажа как бы не показываю до больше как ситуацию но это что-то может быть связано к чему в с чем с тем к чему в общем привязаны прям к чему вы очень очень привязаны это работа вид деятельности человек группа лиц да то есть вот что-то к чему вы будете привязаны или думаете что привязан такой вот эмоциональное здесь включение конечно есть ну и что это странное ощущение потери прям чувствую как будто прям потери потери не знаю почему я карты совершенно не совпадают но как будто бы часть какой-то вашей жизни она ушла отвалилась и вы как будто бы еще не совсем это понимаете или до вас энергетически эмоционально только доходит что-то очень важное такое что происходит это когда мы цикл меняется жизненный как будто бы что-то было для вас очень привычно очень понятно понимаете по четверке пентакли а потом все стало по-другому жизнь заиграла какими-то новыми ситуациями вы не хотите чтобы было так не хотите то есть вы как-то не согласны с этим вам не нравится что это происходит что-то завершается вы недовольны вы не хотите отпускать вы не хотите чтобы это менялось чего касается то может быть человека да может быть у человека не хотите там просто и мужская часть была может быть у кого-то партнер выбрал да идти дальше своим путем у кого-то взрослые дети допустим у кого-то коллега очень дорогой и важный вам уходит да то есть вот так еще может быть у кого-то может быть даже действительно уходит человек ну в смысле прям уходит прям фатально уходит летально прям кто-то уходит и вы это понимаете может быть но вы не готовы вы прям не готовы от что-то отпустить то есть вот три ветки вероятности мужчина у женщины у мужчины женщина дети у кого-то кто уже взрослые смотрят что-то вот здесь меняется очень сильно или да я сказала или коллега или может быть у кого-то друг ушел по необъяснимым причинам потому что не только же мы выходим из общества и общество бывает уходит от нас ну да кто-то из социума так тоже может быть и как будто бы вы прям переживаете вот это вы прям чувствуете это и переживаете ну это как-то вот внутри да глубинно что-то как-то у вас происходит это потеря прям да да глубинная потеря видите сентябрь что-то тут вы прощаетесь сопротивляетесь хотя бы или просто внутри вот такое вот непринятие что-то внутри семьи можно может быть связано. Кто-то из семьи может или уходить, или что-то здесь почему-то вот такая еще есть. Ну, это что-то очень близкое вам. Если мы берем здесь сентябрь, то прям тут очень грустно мне. Грустно. Такая ностальгия. Вы о чем-то, вы что-то вспоминаете, и вам так это тяжело дается, что где-то жалость, что время идет, что раньше было по-другому. Вот тут какая-то меланхолия у вас на конец августа прям. Вы прям как-то вот... Потеря смыслов каких-то, потеря каких-то вот опор, верований, какая-то утрата глубинная. Принятие сегодняшнего момента, и оно не радужное как будто бы для вас. Это какой-то новый жизненный этап, в который вы заходите, но он как будто бы более медленный такой, знаете. Как будто бы я здесь читаю все-таки вот для... Вот именно вот здесь, да, момент у кого-то неюнного. То есть я не чувствую юности от этого расклада. Я чувствую здесь очень взрослый возраст, зрелый. Я чувствую, потому что я очень вижу картину, когда люди, которые уже в возрасте, они как бы начинают это осознавать, и они понимают, что их жизнь, она стала другой. Другие дети, другие родственники, партнер уже совершенно, вы по-другому с ним там общаетесь, или вообще вы решили, пришли к решению, что вы дальше пойдете по разным сторонам. И вот как будто бы сначала оно бессознательно шло-шло-шло, вот какие-то все такие события, а потом до человека вдруг догнало то, что происходит, и его это как будто бы обескуражило, или выбило его силой, потому что здесь потеря силы идет какой-то, да, потеря понимания того, что череда, цикл какой-то сменился, закончился, что теперь как-то эстафета перешла. Вот что-то вот такое крутится, и как будто бы надо заново себя искать, заново понимать, а я теперь что буду делать. Как-то вот, знаете, как-то вот так. И вот здесь по жезлам и по двойке жезлам, здесь вообще жезловая мазь, вы как раз-таки в сентябре будете заниматься чем-то вот таким. Именно внутри вы теперь будете для себя искать какие-то новые смыслы, новые интересы, что теперь делать-то с этим всем, да, а как теперь, а что я, какой мой следующий этап. Может быть, я наконец-то теперь могу заняться тем, что я давно откладывала, да, или откладывал. Ну, как-то вот здесь вот так. То ли от вас социум уходит, то ли вы от него, но больше, что он от вас все-таки, потому что вам было все нормально и комфортно, а потом резко бах, и вот-вот карта мира, все, и цикл закончился. И вы такие, хоп, и не ожидали. Что-то вы знаете, здесь такая фраза крутится, а что начали, это все же нормально было. Вот прям вот она крутится у меня, что а что происходит, нормально же все было. Для вас. Как бы вы привыкли жить так, как вы жили, а теперь все становится другим. И у вас начинается новый цикл. У вас начинается новый цикл. И это очень интересно, но это самостоятельный путь по девятке Пентаклей. Как будто бы вокруг теперь нет людей, которым вы можете... которые идут с вами. Как будто бы каждый куда-то, знаете, вот как развилка такая, хоп, и разошлись все. И теперь вы идете сами, ну как бы самостоятельно. Очень много тут детских карт, прям постоянно, постоянно, постоянно. Ну что-то вот здесь такое крутится. У вас какой-то жизненный цикл закончился очень сильно. И в сентябре вы будете это осознавать и искать для себя новые теперь смыслы, новые интересы. Как будто бы старые интересы, они себя то ли исчерпали, слушайте, то ли и жили. Как-то вы будете заниматься новым поиском. Себя, может быть, род занятий будете менять. Кто-то конкретно в новую профессию уйдет, потому что здесь прям очень четко чувствуется потеря и вынужденный поиск чего-то нового. Но это, знаете, как мне идет, что это было, что это закономерно, что это циклично правильно. Вот так вот я слышу, что это циклично правильно. Просто какой-то цикл, он завершился. Все. И вы бы его, вот как я слышу, не обошли бы. То есть не обошли бы вообще никак бы. Он бы все равно наступил. Вот знаете, вот так идет. То есть этот цикл все равно бы наступил. Цикл чего-то. Знаете, на что похоже? На какой-то возрастной кризис. Знаете, если у нас возрастные кризисы начинаются сначала первый в три года, потом у нас там семь лет. Мы же всю жизнь в этих цикличных кризисах возрастных живем. У нас меняется психика, пересобирается. Все. Я хочу сейчас просто еще посмотреть, что у вас там на бытовом плане. И здесь такое ощущение, что тоже завершился какой-то один цикл возрастной, да, и вы переходите в новый, но у вас этот процесс происходит почему-то болезненно. Часто это бывает более легко в юном возрасте и более сложно уже туда от 30. То есть вот здесь что-то от 30 идет. То есть какие-то осознания, да, от 30 и туда дальше, которые вы уже не принимаете так радужно. Это мы в юности радужно взрослеем, все ждем своих 18 лет, чтобы быть свободными, да, условно. А вот здесь как будто бы наоборот. У нас идет период того, что, блин, я хочу еще побыть вот в том возрасте. Я хочу еще, вот я там что-то недопрожил или недополучил, да. Вот я как будто бы себя еще там хорошо чувствовал, а что, уже все, да, уже надо в следующий цикл переходить, а я не готова. Или там, а я не готов, а я не хочу. Ну вот как-то так здесь идет. Ну да, вот смотрите, прям, ну вы не хотите, вам так тяжело это почему-то дается. У вас внутреннее несогласие с этим всем. Что не согласны-то? Часто бывает порой людям, если вот здесь по третьему варианту выберут люди уже такие достаточно взрослые, тяжело принимать возраст, когда начинается от 40 и дальше. Все, там уже, да, нужно себя более так поддерживать и как-то вот стараться бодриться. И там уже все сложнее и сложнее себя уже как-то держать на бодряках-то, да. Поэтому вот так еще может быть. Нет, все равно, видите, как будто бы что-то старое по четверке жезлов, оно завершилось. Если у вас, например, взрослые дети, и они там замуж высли, женились и все такое, тоже вроде как все хорошо, вроде же как хороший, да, такой качественный процесс, с одной стороны. А с другой стороны все равно будет грусть. Грусть, потому что у нас меланхолия, какая-то вот ностальгия, четверка жезлов, да. Раньше была полная семья, а теперь все разлетелись из гнезда, я теперь тут тихо сам с собой. Или же, если вы все-таки смотрите, и вам там, у вас молодой возраст, то у вас ностальгия о том, что теперь этот путь самостоятельный, теперь поддержки, например, от родителей, там, я не вижу, да, или там ее нет, или нужно от нее сепарироваться, нужно теперь самостоятельно двигаться, что взрослая жизнь, да, это ответственность. То есть и так, и так можно покрутить, да, что взрослая жизнь, это вот какая-то определенная база, фундамент, который теперь мне нужно нести самостоятельно, большая обязанность, обязательств всяких. И вот эти вот осознания, они вас прям догоняют. То есть неважно, 20 вам или 70, да, то есть в любом случае здесь идет очень мощная пересборка и принятие какой-то возрастной кризис, возрастной кризис. То есть был этап, к которому вы привыкли, в котором вы обосновались и хорошо жили, но он закончился. И теперь вы испытываете вот эту пятерку кубков, и она и так, и так, понимаете, и в юном возрасте, и во взрослом возрасте она приблизительно одинаково отыгрывается. То есть мы не готовы, мы испытываем кризис, мы не понимаем, почему нам так нехорошо как-то вот, хочется еще, да, как будто бы есть, приходит какое-то понимание того, что жизнь, она все-таки, ну, это в юном возрасте у нас море по колено, да, у нас нет вот этого ощущения конечности, а вот здесь как будто бы оно присутствует. нам страх, нам страх очень сильно внутренне прошит у нас, у нас страх прошит. Об отсутствии востребованности, надобности, о моменте дееспособности здесь еще. Если молодой возраст, у вас страх потери дееспособности, то есть страх, что вы станете немощными, или заболеете вдруг чем-то таким, знаете, тем, что придется за вами, что за вами будет кто-то ухаживать. Может быть, страх старости. Вот, кстати, может быть, страх старости, желание оставаться молодым и энергичным. И вот, и вот он, этот кризис. То есть глубина, здесь вот этот вот страх сидит, и он как-то, он у вас активизировался. Он у вас активизировался. Да, активно, активно. Вот он прямо вылез, активизировался. У нас страх потери контроля над телом, над ситуацией, когда мы, допустим, в семье были ведущими, а потом это... Ну, там расходится все, и как-то вы там сами по себе начинаете быть, или вы вылетаете из гнезда, или все из вашего гнезда разлетелись, и нам нужно искать новые интересы для себя. Или же принимать самостоятельные решения, если вы еще молоды, да? То есть вот тут и так, и так можно почитать. Но больше, конечно, ну, я очень остро здесь чувствую кризис, и он у вас как раз вот осенний период, он у вас будет длиться. В сентябре начнется, или он уже начался, в сентябре вы еще будете как-то искать себя, чем бы вам теперь заниматься, что теперь у вас больше свободы, больше как будто бы вот на себя время, знаете, вот как-то так. Или на ответственность принятия решений. Да, да, и у вас будет где-то вот эта ностальгия, там просто страшный суд и императрица о том, что раньше вот было вот так. В общем, теперь много будет моментов о том, как было раньше. Кстати, подростки, люди, которые вышли из подросткового возраста и входят во взрослую жизнь, они тоже испытывают сильнейшую ностальгию и переживания по своему беззаботному юному возрасту. И это тоже, это все кризис психики. Понятно, короче. Тут вот у нас вот так по третьему варианту. То есть сентябрь у нас будет кризисный в плане именно психических моментов. И это не бытовые моменты. Понимаете, в чем смысл? На бытовом-то плане у вас все нормально. Это внутренне все будет. А в бытовом плане? Да нет, в бытовом плане будет все более или менее. Ну-ка сейчас еще раз посмотрю, что в бытовом плане будет. Да нет, нормально будет в бытовом плане. Нет, вот смотрите, вот она постоянно, вот при вашей карте пятерка, пятерка, пятерка. Это именно эмоциональные такие переживания будут. Угу, угу, по-любому, по-любому это будет внутренний кризис, потери внешних опор. Потери внешних опор. Жизнь как-то изменилась по третьему варианту, стала меняться для вас. Тут какие-то изменения стали идти по третьему варианту, очень сильно энергетические. Они не плохие, они не плохие абсолютно. Это просто, ну, просто по-другому теперь как-то будет. А у вас идет такой момент, что мы сильно цепляемся вот за то, что было, потому что казалось, вам нравилось как раньше. Вот так скажу. Я не скажу, что вам было плохо. Вы привыкли. Может быть и не очень хорошо, но вы привыкли. И вы много лет так жили. И это был определенный цикл вашей жизни, он был необходим. А сейчас он завершается, и другой цикл какой-то открывается. Теперь будете искать себя в своей новой жизни. Хорошая там хоть жизнь-то? Ну, неплохая на самом деле. Нет, неплохо. Просто не так. Вот и все, как раньше. Вот такой был для вас. Будет сентябрь.